вода, соки, мороженое, мясо, овощи все, зырки, левеляны пожалуй, это все, но я думаю, будет баксов 100-150 корзина, кажется, большая, но тут вода внизу, так что ничего такого ну че, как я ожидал, вся корзина вышла на 143 доллара если крутить, 144 доллара так что у нас уже прогнозируемая до 150 долларов корзина на неделю питаемся мы, ну как я считаю, все-таки качественными продуктами хорошими ну как тебе? дорога в Саневе? отели круто, отели круто ты знаешь, какие опты красивые кому-то еще у вас с балкончиком повезло да, но это не у меня а я самый первый раз, когда сюда приехал заселился, вот мое окно было третий этаж, вот крайний окно да а сейчас окна у меня по ту сторону у меня самый верхний этаж на окно по ту сторону так, мой супер-пупер водитель персональный привезла меня на работу поехала аваратный басваяси сакрамэнто все, good bye my life, good bye итак, друзья, всем привет очередная пушка-гонка форт, мустанг, шелпи это очень редкая бричка я такой вообще первый раз вижу обычная форт, а это шелпи так что это супер-пупер заряженная тачка ну и естественно ездит инвалид ну еще бы а теперь сравните на чем ездят инвалиды у вас а здесь ездит на форт шелпи какая сочная задница и это еще и кабрик пушка-гонка кабрик на V8 на 5-литровый итак, всем привет доброе утро вкусный и полезный завтрак от моей жены ну я думаю, все все поняли всем добро пока итак итак друзья, всем привет очередная пушка-гонка возможно когда-нибудь я смогу себе купить какая красивая тачка надо делать бабки итак, завтрак от моей жены ну я думаю, все все поняли всем удачи и добра пока вот это залив в Сан-Франциско короче, вид по горам все как в GTA San Andres офигеть тут у горы залив аудио рассе залив, блин, короче, какое красивое место просто офигеть просто офигеть просто офигеть просто офигеть о-хо-хо-хо-хо и вон там мы берем Смотрите, какие дома, как это прикольно. Классное место. Итак, друзья, это набережная возле залива Сан-Франциско. Очень крутое, симпатичное место. Много бегунов. Время, в которое съемки ведется, это где-то 5 утра. Как вы видите, бегуны уже во все бегают. В общем, Сан-Франциско очень красивый город. Это мне очень понравилось. Но ветер холодный. Я даже не знаю, как писать. Ну, холодный. И температура воздуха тоже низкая относительно. Потому что я уезжал из Сакраменто. Было где-то 40 градусов. Там плюс 42 в шортах. Приехал в Сан-Франциско, а тут плюс 14, плюс 15, плюс 16. И ведет прям холодный. Надо ходить в куртке. Такое непродуваемое. И дальше продуют. Будете болеть. А так очень город очень просто красиво. Мне так он понравился. Офигенный город. Ой, не знаю, видно, не видно, что за тут горка. Если что, вот телефон вот так вот ровно. Это жесть просто. Какие угоры-то. Итак, друзья, всем привет. Хотел показать, в каком месте я сейчас живу. Вон горы. Вон все такое прикольное. Но, правда, тут по близости из каких-то магазинов ни черта нету. Надо идти минут 15. А так как это залив Сан-Франциско, ветрища тут и холодина собачья. Ну и вот мой отель. Ну, прикольно. Новые дома. Все интересно. Но из-за того, что все новое, толкнуто, как раз и ничего еще и нету по близости из ни черта. Так что так, прям, по идее, в тихий, спокойный, уютный микрорайончик. Вон такой горой. Прикольно. Опять по традиции. Я уже снимал, но это уже другая тачка. Порше Тайкан. Пушка-гонка. Очень хочу себе такую. Надеюсь, куплю через полтора-два года. Может, раньше, если все пойдет. Какой вкусный овец. Все благодаря моей жене. Вот так выглядит доставка Амазон. Если че, это все продукт. Если че, все благодаря моей жене. Это не означает, что всем надо искать мою жену. Такую жену, как у меня. Круто. Я очень доволен. Остается только все разобрать все вещи. Итак, это небольшая прогулка пешая до залива Сан-Франциско. Как вы видите, выглядит здесь все прекрасно. Но единственное, ветер. Ветер собачий просто. Это холодный собачий ветер. Ой, как вот не везет местным жителям здесь с этим ветром. Я не знаю. Я тут уже неделю тусую. И все равно не могу привыкнуть к этому ветру. Он прям просто пронизывающий холодный ветер. Потому что это тихий океан. И он здесь холодный. Здесь, мне кажется, только моржи купаются в этом океане. Просто холодный океан. Ну, и тоже непосредственно на берегу, на пристани. Здесь много рыбаков. Конкретно в тот день, в который мы ходили. Наверное, штук 10 их было. Стоят вот удочки. Нафтакали. Ловят рыбу. Рыба, правда, у них, по крайней мере, при мне, когда я был, мелко клюет. Сантиметров, может, на 15. Такие небольшие рыбешки. Но, тем не менее, все равно клюв есть. Здесь все оборудовано. Можно здесь же, на этой пристани, рыбу разделать. Здесь вода выведена. Все можно помыть аккуратно. Все прятно. Местные здесь прямо с грилем таким ходят. Маленьким, походным. Короче, все готовят сразу. В общем, молодцы, ребята. Прикольно все сделали. Опрятно, чисто, уютно. Ну, а теперь сравните, как у нас общественные места облагорожены, подготовлены для людей, для рыбаков. Все встанет на свои места. Пока мы дошли до пристани, ветер иногда такой порывистый, такой сильный, что он тебя даже подталкивает, сдвигает. Вот ты идешь по прямой, он тебя сдвигает. Если в спину дует. Если дует навстречу, прям, ну, тебе тяжело идти. Такой ветер сильный. А вот непосредственно на самой пристани, вот я телефон так крепко держал, потому что его просто вырывают с рук таким ветром. А еще стоишь, когда у воды, ты побаиваешься, что он тебе выпадет, вылетит он туда, в воду. Да, очередная пушка ганка. Сел на В8, на 5-литровый. Неплохой сохран. В России вообще-таки отлубережу. Ну и как обычно инвалид ездит. Несутки хорошие, оригинальные, ВМГ. Эх, хорошие. Слушай, а не что-то не больно-то бояться? Чайки. Хотел просто показать вам, как здесь опрятно, чисто и красиво. Видите, вот здание строится. На день съемки, это была суббота, и никто никаких работ не ведет. Работают все только 5 на 2. Будни работают, выходные, никого не заставить работать. Все отдыхают. Никто не колотит, не гремит, не бурит, не сверлит, ничего. То есть, прямо вот это радует, что никаких шумов, в принципе, нет. Это не как у нас там 24 на 7. Док-дед. Вот я когда-то жил рядом, дома строились, новая. Все время шум был. Да здесь такого нет. Выходные все отдыхают. Друзья, занимайтесь спортом. Спорт дисциплинирует, мотивирует. Презультативность, эффективность повышается. Я, несмотря на то, что по мне не видно, что я занимаюсь спортом, но хоть и кого-то я мотивирую, то я одного человека точно знаю, что он из-за меня стал ходить в спортзал и заниматься спортом. Так что я это все делаю не зря. Завтрак моей жены. Люблю ее. Итак, сегодня на повеску у нас небольшая экскурсия по местному кладбищу, на котором, как выяснилось, лежит очень много наших бывших соотечественников и земляков. Поэтому сегодня мы искали могилу советского актера. Это Савелий Крамеров. Для тех, кто не знает. Но те, я думаю, кто постарше, они прекрасно понимают, кто это. Советский, американский киноактер, заслуженный артист, РСФСР. Родился 13 октября 1934 года в Москве. Умер 6 июня 1995 года в возрасте 60 лет в Сан-Франциско. Именно вот его могилы мы ходили искать. А так, хотел просто показать, как выглядит местное кладбище, потому что я много раз через них проезжал, через местные, то есть в разных городах, в разных штатах. Они примерно все выглядят одинаково. Но просто остатико кладбище, ну, здесь на порядок выше, чем у нас. То есть посмотрите, просто какие неопрятные, зеленые, все постриженные. Нету никаких нагромождений, заборов там и так далее. И, насколько я знаю, даже Леди Гага и Риана в Лос-Анджелесе давали концерт на кладбище. То есть кладбище это здесь вроде такого парка. Могут все прийти, посмотреть. О, а вот это, кстати, сцену я снимал, очень похоже на сцену с кинофильма «Терминатор». То есть они вот где-то так же там выходили, в гробу там проносили оружие, и Джона Коннора спасли, в общем, в этом гробу вынесли. Прикольно, просто запомните это, что здесь вот так вот все опрятно выглядит. Интересно. Итак, ну а если возвращаясь к нашей повестке, то Савелий Крамаров снимался в следующих фильмах. Если кто не знает, я просто самая популярная озвучу, я думаю, по-любому все вспомнят. Иван Васильевич меняет профессию джентльмена удачи. Он даже снимался вместе с Арнольдом Шварценеггером. Фильм называется «Красная жара», там, боевик 88-го года. Посмотрите. Ну, это, наверное, самое-таки популярное, что вот вспомнится, вертится на кончике языка. Из известных работ, которые все перед Новым Годом каждый год крутят по телевизору. Ну и как выясняется, здесь столько просто много известных фамилий, которые крутятся вот у нас там по телевидению. Ну, прям я не ожидал, что настолько много. Ну, а вот непосредственно сама могила Савелия Крамарова. Вот так она выглядит. Здесь металлическая вот табличка с гравировкой, с портретом его. Ну, и напоследок, хотел еще раз сравнить и подытожить, что как выглядит кладбище здесь и как выглядит кладбище в России. Вы просто посмотрите на эстетику. Ну, и в целом, вот мост Голден Гейт Бридж много раз проезжал мимо него на расстоянии нескольких километров, но вот сам по нему он наконец-таки впервые проехал. Прикольные ощущения, прикольно, красиво все выглядит. С погодой, правда, не очень повезло, но тем не менее. Прикольно осознавать то, что места, которые ты раньше видел, где-то на картинке, по телевизору, в интернете, и ты сейчас можешь находиться рядом с этими местами или просто бывать в этих местах. Это очень все прикольно. Меня это очень импонирует. Поэтому, друзья, путешествуйте, развивайтесь, зарабатывайте больше, чтобы можно было путешествовать. Это все очень классно. А так желаю всем удачи и добра. Не болейте, берегите себя. Увидимся в следующем выпуске. Пока-пока.